МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пляж и Певсакин признаются, это было непросто. Спокойствие Паршина. Лучший новичок месяца по версии программы Овертайм обстоятельно рассказывает о себе, своей калах и своей семье. И признается, дрался на льду он только в детстве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай, давай, давай! Е-е-е-е! Болеешь за нашего? Гол! Болей со своими. Ресторан-пивоварня у Пушкина. Здесь всегда все хоккей. Здравствуйте, уважаемые. Это Овертайм. Омские хоккейные хроники новейшего времени. Главные новости на этот час. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждем возможного обмена молодых на ветерана. Еще в пятницу Артур Лаута сделал покер за омских ястребов в Казани, а в субботу Николай Глухов вышел в основе авангарда на матч с Сочи. А уже в ближайшие часы оба этих молодых игрока могут покинуть наш клуб. По информации Овертайма, планируется обмен Глухова и Лауты в Нижний Новгород на 32-летнего защитника Вадима Хамитского. Хамитский мало забивает, зато хорош в силовой борьбе и блокировании бросков. Иногда они возвращаются. Анатолий Бардин вернулся в авангард в неожиданном качестве. Бардин теперь будет работать главным скаутом клуба по Европе. А вот переговоры Сергея Герсонского о трудоустройстве в авангарде, продолжавшиеся с лета, на данный момент завершились безрезультатно. Заслуженный трейлер России, воспитавший для Омска Курьянова и Пережогина, пока останется без работы в клубе. 19-летний вратарь авангарда Денис Костин признан лучшим новичком третьей игровой недели в лиге. Для признания Костину хватило двух сыгранных матчей в Хабаровске, один из которых «Молодой талант» провел на ноль. Продолжая тему молодых талантов, рожденных в Омске, поговорим с Владимиром Ткачевым и о Владимире Ткачеве. Между прочим, Владимиру Эдардовичу Ткачеву, потомственному хоккеисту, сыну вратаря и нападающему, исполняется 19 лет совсем скоро, 5 октября. О нем уже столько сказано. Его сравнивают с Сушинским, но, на мой взгляд, это такой небольшой перебор. Скорее Ткачев напоминает микс из молодых, Попова и Чистова. Руки, голова, катание. Жаль, что ни одному из трех последних главных тренеров авангарда Ткачев не пригодился. Зато он сейчас зажигает за океаном. И как зажигает. Леймер Ткачев на неделе продолжал играть за основу клуба НХЛ Эдмонтон Оллер. В четверг утром он отдал две результативные передачи в очередном контрольном матче канадских нефтяников с Виннипеком, в том числе и передачу на победный гол. Эдмонтон выиграл 3-2. Овертайм пообщался с Володей по скайпу. Ткачев говорит к нами прямо из номера в гостинице, где живут новички Эдмонтона. Володя, сразу же такой вопрос. Тебя уже можно поздравлять с подписанием контракта с Эдмонтом? Либо пока еще рано? На самом деле, мне тут очень нравится. Хорошее отношение. Команда, игроки. Насчет контракта, да, предложили на три года. Я, скорее всего, буду подписывать. Буду пробиваться здесь в состав в основу. В Омске и вокруг Ткачева всегда было много разговоров, но до конкретного дела, до шанса для молодого таланта сыграть толком за основу, дело по большому счету так и не дошло. За океаном все по-другому. В НХЛ ни с кем не разговариваю, тренерам просто нет шанса. Я думаю, просто себя надо проявить с лучшей стороны и доказать, что могу здесь играть. Насчет прибавить, я думаю, все наши, надо добавить физики. Буду над этим работать в ближайшие два года. По данным, на четверг-пятницу, когда записывалось это интервью, у Ткачева, несмотря на все его успехи, будущее оставалось туманным. Его могли с уже подписанным контрактом отправить играть сезон в Мунтон, а могли и оставить в Эдмонтоне на первые девять матчей сезона. Кстати говоря, прямо сейчас Ткачев был бы как найденный у нас в Омске, здесь, во втором звене нападения, вместе с Калининым и Пережукиным, вместо Мойзера, который получил травму уже в первом периоде матча с Сирославским локомотивом. 22 сентября, арена Омск. Первый матч в сезоне с по-настоящему классным соперником, и эту игру, открытую игру с локомотивом, было интересно смотреть с первых минут. Куляш задал настроение, пальнув издалека. Саботка пощекотал шайбой штангу. А Паршин забил свой фирменный гол со входом в зону и смещением в центр. Позже в нашей программе герой матча «Один из героев месяца» расскажет о том, как ему удается так забивать и так праздновать. Курьянов пытался развить успех по горячим следам, пока Ярославль еще не проснулся. Мойзер рванул из своей зоны, ушел от столкновения с одним оппонентом. Объехал на скорости другого, но на входе в зону напоролся на локоть плотников. В динамике эпизода с трибуны мне показалось, что это случайность, но повторы дают четкое представление о том, что плотников выставлял локоть намеренно, и изгнание его со льда до конца матча было абсолютно справедливо. Поскольку у «Онска» в заявке находилось 12 нападающих, и мой зерналет больше не вышел, с Пережугиным и Калининым стали по очереди играть все имевшиеся распоряжения левые крайни. Но чаще остальных это делал Берденьков, которого Суманин персонально заряжал даже не энергией, скорее яростью. Молодые защитники Кулик и Васильев регулярно выскакивали на лед где-то до середины матча. Вот на этой ошибке Кулика, которая чуть не обернулась голом ворота Константина Барулина, и после которой 44-й номер спешно ориентировался в раздевалку. Дальше «Онска» продолжил играть в пять защитников, а с третьего периода вообще в четыре. К нападающим. Попов выходил в третьем звене, и у этого сочетания мало что получалось. До того момента, как Александр в одной измены оказался на площадке с Пережогиным и Ивановым, партнерами, которые понимают, как мыслит на льду на 24-й и чего он хочет. Гол Иванова на 70% заслуга Попова 2-0. Локомотив проснулся и встал на рельс атакующей игры в середине матча. Это сделало происходившее на площадке зрелище из просто интересного в прямо-таки захватывающе. Красивый гол Конькова 2-1. Суманин требует более коротких смен, видя, что его команда начинает подседать. Но мы пропускаем еще и от Горохова. Размашистая ярославская атака 2-2. Все приобретенное упорной работой с начала игры кажется утерянным. Но Паршин заново находит для нас лидерство в счете уже в следующей смене. Это был гол в раздевалку. В начале третьего периода Широков добил соперника уже голом из раздевалки. 4-2. Первая зина Омска сделала результат. И у Ярославля не осталось уже сил, чтобы снова вернуться в игру. Игру, которая была интересна и болельщикам, и самим хоккеистам. Можно сказать, что сегодня «Авангард» играл впервые, скажем так, с соперником Сибировни. То есть мы увидели команду, которая, скажем так, равна нам по классу. Ну, я соглашусь, да, смотри, на самом деле, да, команда «Гранд» и «Локомотив». Мы сегодня перед игрой сами себе сказали, что у нас сегодня будет тест. То есть я не хочу сказать, что мы играли против совсем команд тех. Нет, сейчас в КХЛ все одинаковые команды. Посмотрите, Новокузнецкий у нас 5 очков из 6 забрал. Поэтому очень хорошая команда у них. То есть я считаю, что мы выиграли по делу. По делу, да. А вот есть ощущение, что против таких команд играть интереснее, собственно, в хоккее, чем против тех, которые закрываются? Ну, конечно. Они, посмотрите, вот мы сегодня, если честно, сейчас вот зашли в третьем периоде. Вот скажу по защитникам. Мы играли в 4 защитника. На 10-й минуте я посмотрел, думал, что игра не закончится никогда. Да, но они быстрые, поэтому они открыто играют, они забрасывают. Ну, вот, а наша задача быстро начать атаку, отдать нашим нападающим, а там дальше они пусть разбираются. В третий период играли в 4 защитника. Насколько это было тяжело физически? Было ощущение, что матч никак не закончится? Ну, матч был, в принципе, катались быстро, быстро менялись. Две пары, конечно, легко играть, но если быстро меняться, и побольше паузы делать, когда там пробросы, там все равно отдыхаешь. Ну, так-то тяжеловато физически, если честно. Не играли так ни разу, но ничего страшного. Лучший новичок «Авангарда» по итогам первого месяца сезона, по версии программы «Овертайм», 28-летний нападающий Денис Паршин, мистер «Экспрессия» на льду и мистер «Спокойствие» в интервью. У Дениса Паршина в Омске пока все идет фу-ть-фу-ть-фу, как по маслу в первом звене, на первых ролях, почти на первых строчках таблиц статистики и в показателях полезности, и по количеству заброшенных шайб. Было ли у Паршина в карьере, чтобы он столько забивал? Прямо с начала сезона, прямо с места в карьер. Наверное, не помню, если честно. Если не помню, значит, не было. Это, наверное, один из задачных сезонов. Для любого нападающего очень важно забить в начале сезона для уверенности. Первая зашла, и значит, дальше уже процесс не остановить. В частности у меня, да, у меня такое есть, это чем быстрее забьешь, тем быстрее уверенность, чувствуешь себе вот прилив сил, хочется, естественно, больше забивать. По Паршину сразу видно, когда исполнение гола ему самому понравилось. Вернее, потому что Паршин делает с клюшкой после заброшенной шайбы. Наверное, где кого-то увидел, только не помню, правда, у кого. И просто так само получается. Самую пока свою красивую шайбу в сезоне Паршин отгрузил команде города, где его воспитали и вырастили, где он жил и играл до 16 лет. Вот она, фирменная паршинская шайба Ярославского локомотива. Первая из двух в матче. Когда Ярославлю первый гол забил, я, в принципе, таких голов, ну, не то, что много забил, но достаточно много в своей карьере, вот. Поэтому, ну, люблю так делать, вот, получается, вот, периодически у меня. Почаще бы получалось, было бы еще лучше. На матче с Ярославлем Паршин играл и забивал для своих персональных болельщиков. Жена, ребенок, маленький, полтора года, вот. Я с Ярославлем как раз пришел на первую игру. Вот так я старался изо всех сил, чтобы грязь лицом перед ним не упасть, так сказать. Вот. Ну, и он мне подал уверенность. Жена пришла первый раз на хоккей в Омске, на чемпионат. А ребенок, в принципе, на папу пришел вообще первый раз посмотреть. Ну, вон там, вон там все жены сидят, ребят, и они вместе там сидят в ложе. Напротив нашей скамейки, так что мы их видим, наверное, хорошо, когда сидим на лавочке. На льду Паршин фонтанирует эмоциями, а в жизни он очень спокойный, даже чуть флегматичный человек. Тут совсем другая жизнь, когда на льду выходишь, там забываешь, какой ты раньше. Да, там уже эмоции бывают, переклестывают. Чтобы как-то что-то сделать, надо завести себя, поэтому тяжело сказать. Вот я не могу поверить, что такой спотворный человек, как вы, хотя бы раз в жизни подразумевает. Или все-таки было. Да нет, это было давным-давно, только когда по детям играли. Бывало часто, дети же, знаете, дерутся на льду между собой. А так, профессиональным, ну, то, что таких драк не было, стычки такие были. Каково сверхспокойному Паршину работать под руководством крайне беспокойного главного тренера мячей Суманина? С такими тренерами эмоциональными, ну, в том году приходилось мне работать с торпедов, с Петерсом, с Кудром. Вот, поэтому, как бы, я немного привыкший. Ну, да, эмоционально, но это, с одной стороны, хорошо бывает, да, когда, ну, тренер чуть-чуть, так сказать, перегорит. Вот, ну, это эмоции, жизнь, поэтому не мне судить, поэтому я не знаю, когда, если я был тренером, как себя вел. Поэтому главное, чтобы результат давали, выигрывали, забивали. Был у нас когда-то истребитель Су-33, теперь на цель заходит боевая машина пехоты П-27. 27-й номер с Паршиным с детских лет. Все случайно началось в Ярославле, когда еще лет 13-14, наверное, было. Просто номера, номер какой был с Абоной, в принципе, такой взял. Хотел другой взять, другого не было, взял 27-й. И так, вот, в принципе, практически под ним и играю все время. Помогает, что отхожу к этому? Верите в думерологию? Ну, как сказать. Периодически верю, периодически нет. Но так, если больше, то, наверное, больше верю. Пока лучший снайперский результат в карьере Паршина – это 22 шайбы за сезон. Пора начать забивать подсчет номеру не меньше 27. Пожелаем это Денису начать делать уже с нынешнего сезона. А что он нам пожелает? Болейте за омский авангард, смотрите передачу овертайм. Смотрите далее в программе «Овертайм». Вы думали, что его песенка спета? А вот и нет. Самый маленький и голосистый хоккеист России, злой гений Омска в финале 2012, Михаил Анисин после серии гробки скандалов дополз до реанимации своей карьеры. И все о том, как в субботу авангард завершал короткую домашнюю серию матчем с дебютантом Лиги, хоккейным клубом Сочи. Кто как играл и кто что говорил после встречи. Знаете ли вы, какая омская хоккейная команда и когда в советское время становилась чемпионом России? Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не важно, какой у вас бизнес, не важно, сколько у вас денег. Продвижение – уникальное предложение. Качественный рекламный ролик за 1 рубль. Подробности на 1рубль.тв Знаете ли вы, какая омская хоккейная команда и когда в советское время становилась чемпионом России? В сезоне 1969 года омский «Локомотив» под руководством Марка Судата занял первое место в турнире команд класса «Б» и завоевал звание чемпиона Российской Федерации. Вы смотрите программу «Овертайм» и снова пришло время считать от 60 к нулю. Пришло время «Минуты новостей». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круговорот бывших тренеров «Авангарда» в Словане из Братиславы. На место ушедшего в отставку Ростислава Чады прочили Милошаржигу. Но, как нам стало известно, чешский специалист сам не захотел. А вот Петри Матикайнин захотел и занял вакантное место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отставка Чады была первой в сезоне в лиге. Вторым на мороз отправился Шоум Симпсон, наставник «Локомотива». Ярославль уже начал переговоры о возвращении на берега Волги Дэйва Кинга. В каком клубе состоится тренерская отставка номер три? Наш прогноз – в «Адмирале» из Владивостока. Эту команду может возглавить известный в прошлом российский хоккеист и начинающий тренер, выступавший некогда из-за омский «Авангард». Евгений Мойзер, получивший травму в игре с «Локомотивом», приступил к тренировкам на льду. Не исключено, что он поедет на выезд. А устройки восстановления Максима Гончарова более продолжительные. Так сказал Райма Суманин, отвечая на мой вопрос на пресс-конференции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главная звезда хоккейного новодела этого сезона – клуба «Сочи» – это Михаил Анисин, хорошо всем нам знакомый. Давайте вспомним взаимоотношения «Мини Миши» и «Авангарда». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил Анисин мог вот так же кататься на льду, выпитив гордую грудь и в «Авангардовском свитере». В 2005 году его хотели обменять на Алексея Черепанова. Все сорвалось в последний момент. А в 2008-м летом Анатолий Бардин купил-таки голосистого и малоуправляемого нападающего и практически тут же перепродал его. В Сибири. В 2012-м во время финальной серии Кубка Гагарина «Динамо-Москва-Авангард» Анисин стал одной из ключевых фигур и на площадке, и за ее пределами. Напомним, как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Михаил Анисин удивил, так удивил. Оказывается, в маленьких людях из маленьких команд иногда умещаются большие обиды. Мы вам показывали в овертайме, как Анисин пел в одном из ночных клубов Омска в самом начале серии «Авангард Динамо». После этого сольного номера, по нашим данным, на сцену вышли два болельщика «Авангарда» и исполнили песню «Голубая луна», посвятив ее и самому Михаилу, и дружному белоголубому коллективу московского «Динамо». Анисин поперхнулся апельсиновым соком и затаил обиду. И выплеснулась эта обида наружу сразу после победы «Динамо» в Кубке Гагарина под прицельным бутылочно-монетным огнем омских болельщиков. А как относитесь к тому, что такой вот обстрел начался? А это с трибун? Да. Ну, это неуважение к нам, деревни ездили. Вот тяна. Тут, честно говоря, я удивился, более того, опешил. А стремительно уехавший от микрофона Миша, так же стремительно к нему вернулся. Он еще не договорил. Ему еще кое-что в голову пришло. Они забыли, когда они играли с Витязем. Такого не было. Помните, когда приезжал Чехов? Как куры сидели здесь тряслись. Потом Михаил Анисин вернулся в Москву, сжимая в победоносной руке сырока Мичка. Потом понял, что он наговорил лишнего, извинился перед адекватными, как он выразился, омскими болельщиками. Но что случилось, то случилось. Когда Анисин в следующий раз приедет в Омск в составе какой бы то ни было команды, никто уже не будет сидеть на трибунах молчаливыми и безучастными курами. Анисин взял золото с «Динамо» весной 2012 года. Но после этого его карьера пошла наперекосяк. Конфликт с главным тренером «Зарком», отчисления из белоголубой команды и дальше уже по наклонной. Северсталь, Донбасс, коридоры гостиниц и больниц, где Анисин уже не пел, а устраивал жесткий перформанс. Вот так самый маленький игрок российского хоккея не дошел, а скорее дополз до курортного хоккейного клуба «Сочи», где сейчас пытается реанимировать свою карьеру. Так получилось, что хоккейный клуб «Сочи» проводил два матча подряд с командами, к которым Анисин, мягко говоря, неравнодушен. Сначала с московским «Динамо», из которого он со скандалом ушел, а потом с омским «Авангардом». На матч против белоголубых Анисин не вышел. Всем было интересно, что произойдет в Омске. 27 сентября арена «Омск». Анисин вышел на лед в составе своей новой команды в матче против «Авангарда», но заметен был разве что на разминке. Во время собственной игры 22-й номер сочинских растворился, как крупинка сахара в стакане чая. Других героев выдвинул он на передний план жизни. Иван Непряев. Весь предсезонный период и начало сезона упорно лечился, восстанавливался, а тут вышел на лед и забил в первом же своем матче, во второй своей смене, на шестой минуте. Лемтюгов прорвался к чужим воротам, бросил, а Иван 76 аккуратно с неудобной руки шайбу добил. Райму Суманину очень нравится, когда шайбу в ворота вносят с мясом. Гол Иванова в середине первого периода вполне соответствует представлению главного тренера о хоккейной красоте. Он его и на послематчевой пресс-конференции особо отметил, как переломный. А к 14-й минуте матча с его исходом все стало окончательным и решительным образом ясно. Бортарь Южан, Томаш Пеперли напеперлил за своими воротами и Калинин забил в меньшинстве. Вот так. Три-мой. Дальше пошел хоккей для зрителей, и Сочи, сломанная омским штурмом начала матча напополам, исполняла в этом спектакле роль хоккейной мебели. Только факты. Вторая минута второго периода. Денис Паршин. Хороший бросок с кистей на входе в зону. 4-0. Восьмая минута второго периода. Сергей Широков. 5-0. Диджей на арене поставил песню Чайфов, и весь стадион с удовольствием в форум запел. Какая боль. И далее по тексту. Сочинскую боль отчасти купировал Илья Крикунов на 34-й минуте. 5-1. Размочили. Команда Бусаева взбодрилась, заработала еще одно большинство для себя, но забили при игре в неравных составах не сочинские, а омские. Попов, наконец, отличился, забросив первую шайбу в сезоне после футбольно-спартаковской стеночки с Ванделем. После этого события как раз щедрый Вандель и остался последним нападающим основного состава Вангарда, который пока не забил в этом сезоне еще ни разу. 6-1. На трибунах подняли плакат про баян и клюшку мастера. И как по заказу, Широков мастерски поработал клюшкой прямо перед носом Пепперле. 7-1. Ну и Семенов забил напоследок, хотя сам, похоже, не бросал, а скорее набрасывал шайбу в направлении сочинских ворот в надежде на подправление. Она взяла и сама залетела, никого не задел. 8-1. Полный разгром команды Анисина. Михаил поручкался с игроками Авангарда после финальной сирены. Но прошел мимо камер и микрофонов по пути противоположного. А что ему было говорить после такого, говорили другие. Мы играли до конца, не выключились после трех забитых голов. Играли просто в свою игру и все. Николай, скажите, пожалуйста, не было ощущения, что команда Сочи не уровня КХЛ? Давайте уважать соперника, поэтому мы не будем так выражаться, кто уровень КХЛ, кто они сейчас находятся в лиге, значит, занимают достойное место здесь. Поэтому, опять же, покажет сезон, достойный, недостойный. Но клуб новый, Москва не сразу строилась, поэтому и у них есть время, есть какие-то нажить, как это сказать, свои какие-то принципы какие-то, чтобы какая-то система была командой и какие-то своим... как-то... Да, традиции, достоинства, поэтому... У них есть еще время, поэтому не надо так сразу куда-то списывать в ниши или там в лиге. Они здесь, они борются, они показывают. Я не думаю, что ребята там отбывают нам. Очень все здорово, хорошо, что победили. Эмоции самые приятные, конечно, очень доволен, что забил. Но еще раз повторюсь, Николай все сделал, мне осталось только в пустые ворота там забить, поэтому вся команда сыграла хорошо и очень приятно мне находиться в этом коллективе. Скажите, насколько сложно было стоять все время там где-то за площадкой, ждать, когда появится возможность наконец-то выйти за авангард, восстанавливаясь после травмы, чисто психологически? Ну, не буду много говорить, да, но опять же, я, да, сыграл только одну игру на предсезонке и потом достаточно долго лечился. Так скажем, волнительно все это было, но опять же, это только одна игра. Да, сейчас все хорошо получилось, но надо не, так скажем, не летать в облаках и продолжать играть дальше. Впереди еще много игр тяжелых. Второй месяц сезона, второй месяц хоккейной осени «Авангард» начнет на выезде. Сначала сыграем в Челябинске, потом в Канты-Мансийске, затем в Нижнекамске. Ну, а мы с вами встретимся в следующее воскресенье, и у нас будет полчаса на разговоры о хоккее. Овертайм продолжается. Давай, давай, давай! Еееееее! Еееее! Ну, время оттянуть уже куда? Уже шасси нет. Болеешь за наших? За пивоварня, про пивоварня! Болей со своими! Ресторан «Пивоварня» у Пушкина. Здесь всегда все хоккей.